Притча И вот эта притча об лунном сыне, она об отношении человека к своему отцу и Богу. Притча такова, что у отца было два сына, и один из них, младший, сказал своему отцу, раздели имение свое и дай мне мою положенную часть, и я пойду буду жить, как хочу. В сегодняшний современный день, это звучит, в общем-то, не так вызывающе, это звучит как бы даже в норме. Но в то время, в патриархальном обществе, где отец был не только главой семейства, но и фактически являлся священником в своей семье, И вот в эти времена сказать такое отцу, это было равносильно такому оскорблению, которое не мог вынести в то время отец. То есть это было все равно, что сказать ему, я хочу, чтобы ты умер, потому что разделить имение можно только тогда, когда умирает отец и завещает это имение своим детям, старшему, две трети всего имения, а остальным делится по порову. Так вот, этот младший сын, подойдя с такой просьбой, которая на сегодняшний день нам кажется не такой жестокой, на самом деле он глубоко оскорбил отца, и за это в те времена отец мог даже убить своего сына, и это не считалось бы убийством, потому что это страшное оскорбление. И вот этот сын решается на такие слова, говоря своему отцу, дай мне мое положенное, и тем самым буквально говорит, давай будем считать, что ты уже умер, а я получил свое наследство. И вот с таким настроем и с такими словами этот сын покидает отчий дом и идет в страну далече, где проматывает это имение очень быстро. Опять же, нужно понимать, что в те времена выйти из дома своего отца даже с имением своим, с каким-то, это было не так просто, это было, ну, равносильно покиданию защищенного места и выход во враждебную среду, которая будет с тобой иметь дело и считаться только тогда, когда у тебя есть деньги. И вот с этими деньгами этот младший сын и ушел в эту страну, и, конечно, у него появляются друзья, но это не те друзья, которые дружат, потому что он им приятель, а те, которые дружат, потому что у него есть деньги. И поэтому он очень быстро промотал это имение свое. И плюс ко всему в той стороне, сказано в притче, наступил голод. И сын идет и устраивается наемником. И наемником таким, что ему приходится пасти свиней. И свинья – это нечистое животное с точки зрения еврея. И это показывает то, что его состояние, этого младшего сына, оно стало не только внешне нечистым, оно отражает его внутреннюю нечистоту, что в его сердце поселилась нечистота. И вот, когда он понимает свое горестное положение, он начинает обращаться как бы внутрь себя. Он начинает анализировать, а что же произошло, почему так произошло. И он понимает, что произошло-то это именно по его вине, потому что он так решил. Потому что он решил, что ему так будет лучше жить. И когда он это осознает, и он понимает, что в доме отца-то его, у него не было таких нужд, как сейчас. И он вспомнил, что в доме отца его много наемников есть, которые гораздо лучше существуют, чем в его нынешнем положении он существует сам. И он понимает, что он не может вернуться в дом отца, потому что он фактически так его оскорбил, что он не достоин называться его сыном. Но он понимает, что он может на других условиях прийти к отцу. Просто так же, как он здесь наемный, рабочий, он может наняться к отцу своему так же и жить намного лучше, чем его сегодняшнее состояние. И он решается на то, чтобы вернуться к отцу. И он идет и готовит речь, как он скажет отцу. И вот эта речь, она такова, что он говорит, что да, я согрешил на небо и при тобой, и не достоин называться твоим сыном, но позволь мне быть как одному из наемников твоих в доме твоем. Вот он эту речь заготовил и идет с покаянием к отцу. И отец, увидев его, говорится, в Евангелии, он умилился сердцем и побежал навстречу своему сыну и обнял его. И вот этот сын, он говорит, начинает говорить эту заготовленную речь, что я не достоин, я согрешил. Но отец ему не дает договорить, он не дает ему сказать самого важного, что позволь мне быть не сыном твоим, а наемником. Отец не позволил ему это сказать. Он тут же повелел принести ему его одежду, первую одежду, то есть одежду сына. И надел на руку его перстень и повелел заколоть теленкой, устроить пир. О чем это Евангелие? Это Евангелие о том, что человек в этом мире, как бы является тем, кому Бог все дал. Дал саму жизнь, таланты, способности, сил для того, чтобы человек, находясь в общении со своим отцом, с Богом, находясь в этом союзе любви, чтобы он прославлял своего Творца, чтобы теми талантами, которые ему дал Бог, теми силами жизненными, чтобы он прославлял своего Отца. но часто и практически у всех людей происходит так, что мы забываем, кто нам все дал. И почему наша жизнь полна, почему наша жизнь светла, почему мы счастливы жить, потому что все это дал нам Господь Бог. И мы и живы только тогда, когда мы находимся в этой постоянной связи, в союзе любви с Богом. Но об этом мы часто забываем. Нам кажется, что мы сами творцы своего счастья. Нам кажется, что Бог нам не нужен. Мы сами можем жить, как хотим. Мы сами можем достичь всего своей жизни. И когда мы так решаем и забываем о Боге, Бог для нас действительно умирает. Мы хотим взять только то, что наше, и жить, как хотим. а Бог нам не нужен. Он нужен только как функция. Он перестает быть тем, той личностью, отцом нашим, перестает быть. И мы уходим в эту страну далече, до тех пор, пока еще есть у нас силы, которые нам дал Бог. Пока все, что он нам дал, оно еще нас радует, до тех пор, пока мы не расточим это имение, эти силы, эти способности, душевные, телесные, пока мы не обнищаем духовно. И тогда мы вспоминаем о Боге не как об источнике блага, а как о своем отце. Мы вспоминаем, когда приходим в абсолютнейшую нищету, мы вспоминаем, что есть тот, кто нас любит. Мы вспоминаем тот, кто, несмотря ни на какие наши грехи у нас продолжают любить и ждать. Любить и ждать. Об этом сегодняшняя притча, о том, чтобы мы не забывали, что есть на небесах наш Создатель, Творец, наш Небесный Отец, Который любит нас безмерно, для Которого даже наши грехи не являются поводом для того, чтобы нас даже на уровень наемников принять к себе. Не является поводом, а является поводом наши грехи для того, чтобы снизойти на землю, послать Сына Своего Единородного, который бы взял эти наши грехи и распял на кресте и очистил своей кровью. В этом явление величайшей любви Божией к нам. И это мы должны понимать, вступая в Великий пост. что пост нужен в общем-то не для того, чтобы мы похвалились своими делами добрыми, а для того, чтобы мы поняли Божью любовь и Божье милосердие к нам. Чтобы мы поняли, что Он всегда распростирает свои объятия к нам и готов нас принять, лишь бы только мы осознавали это, лишь бы только мы понимали и помнили о том, что Бог есть любовь, и мы Ему нужны как чад, мы Ему нужны как дети, а не как наемники, а не как рабы. И притча эта заканчивается еще одним повествованием о старшем сыне, который обиделся, увидев, что отец его радуется возвращению этого негодяя по его пониманию, этого недостойного называться сыном младшего брата. Он не радуется старшей брату, он говорит, что ты обращаясь к отцу, ты мне даже не дал козленка заколоть, чтобы порадоваться с друзьями моими, а я всю жизнь работаю на тебя всю жизнь. И тогда отец говорит этому старшему сыну своему, так ведь все мое это твое. Тебе же надо было радоваться, что твой брат, что он был мертв, и ожил. и вот отец ставит упрек своему старшему сыну о том, что он не хочет радоваться этой великой радости, он ее не чувствует и не понимает. Сегодняшняя притча о том, что Господь не смотрит на наши заслуги. Мы можем хоть лоб разбить об землю поклонами и молитвами, думая, что мы этим самым чего-то заслужим. Это нужно не для Бога, а для нас самих. Это есть выражение нашей жизни во Христе, христианская жизнь. Есть выражение нашей любви к Богу должно стать таковым. Наши дела мы не должны взвешивать сами и думать, вот мы сделали добрых дел, десяток, ну-ка запишу я, чтобы не забыть их. эти дела, они должны просто свидетельствовать о нашей любви к Богу и ближним. Они должны стать просто самой жизнью в любви к Богу и ближним, а не подсчетом мешков с добрыми делами. Потому что именно это сказал отец своему старшему сыну. Это же все твое, все мое, твое. Не мерой Бог дает благодать. Мера это мы сами. Мы сами мера, которая может принять божественную любовь, божественную благодать. Или не может. Это зависит от того, насколько наше сердце предано и верно Богу, насколько наше сердце любит, насколько оно может вместить Бога. Мы являемся этой мерой. И поэтому в преддверии Великого Поста нас Церковь наставляет на правильный путь, чтобы мы не были как книжники и фарисеи, чтобы мы в первую очередь искали Царство Небесное, искали быть с Богом и быть с Ближним. Царство Небесное, во-